Светлане Ерыгиной тогда было около трех лет, поэтому о блокаде она помнит со слов мамы и родственников, вся ее семья, ленинградцы. Постоянное отсутствие воды и света, бомбежки, крохотные пайки хлеба, которые не всегда удавалось даже принести домой. Были случаи, потом это уже и в книгах описывается. Мальчишечка подскочил, схватил чужой пай, проглотил его, били, конечно, все умирали. Смерть тогда стала обыденностью. Люди умирали ежедневно, некоторые по дороге в тыл. Родная тетя уже после войны рассказывала Светлане о своем горе. А у нее ребенок, этот сыночка, умер. На какой станции, она не помнила. Но она орала, извините, Благематова, она орала на всю станцию. Ее не могли оторвать от мертвого ребенка, я не могу рассказывать. Это очень тяжело, конечно. Светлану и ее маму эвакуировали в Челябинск. А к нам на Алтай тогда привезли 4000 детей. И вот мне рассказывала женщина, как мальчик ленинградец закричал, видит на небо и говорит, победа, кричит, ура, победа, тишина-то какая. В Ленинграде же бомбили, стереть лица земли, представляете, рушилось, все. Ему говорят, мальчик, да не победа это, это вас в тыл привезли. Многие дети уже на Алтае из-за проблем со здоровьем не выжили. После войны кто-то вернулся в родной город. Сейчас в крае осталось всего 187 человек. В 2007-м Светлана создала общественную организацию, объединившую блокадников позже. По ее инициативе появилась эта книга. Я целый год собирала, вы знаете, воспоминания детей блокадного Ленинграда. Печатники, когда набор делали, в типографии, плакали. Плакали. Тут невозможно не заплакать. Сегодня, несмотря на весьма почтенный возраст, дети блокадного Ленинграда снова собрались вместе. Пришли к мемориалу славы вспомнить, поговорить, возложить цветы. Светлана Ирыгина тоже здесь. Кстати, сегодня она вместе с другими ленинградцами посетила и памятник блокадникам. Они мечтали, чтобы он появился в Барнауле, и в прошлом году желание сбылось. Теперь на улице Ленинградской тоже есть место, не позволяющее забыть про страшное блокадное время. А Светлана говорит, что в Питер ездит чуть ли не ежегодно. Ведь, несмотря на то, что в Барнауле живет с 1963 года, Санкт-Петербург, Ленинград по-прежнему родной город, встречая который она всегда плачет. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.